Так, ну что, ребят, всем привет, сегодня будут интересные новости о Apple против SEC, урегулированию возможно, поскольку комиссия может не захотеть рисковать всем. Ну, в принципе, мы это уже слышали по поводу того, что не обязательно, если сохранение конфиденциальности документов Хинмана является условием урегулирования, вот почему их наличие дает реальный рычаг о переговорах. Ну и, соответственно, также он подтвердил, что Apple и SEC могут договориться об урегулировании в любое время, никто за пределами сторон не узнает, пока стороны не скажут, что все улажено. Ну, о чем я и говорил, что суд они могут тянуть до бесконечности. Ну, это не суд, это, естественно, рекламная компания, компания Ripple, да, и, соответственно, токены XRP, я думаю, так это понятно всем адекватным людям. Ребят, появился сайт с кейсами по криптовалюте. Для каждой популярной криптовалюты есть свой кейс, при открытии которого вы можете получить криптовалюту, которая стоит дороже кейса. Например, есть кейс XRP, открыть его стоит 8 долларов, а криптовалюта тут есть даже на 100, 200 и даже 1000 долларов, и выбить ее, реально. Нажимаем Open the Case и ожидаем. Нам выпадает 50 XRP на сумму 18 долларов 79 центов. На сайте есть множество кейсов почти по каждой криптовалюте. Кейс биткоина, луны и многих других. Видим кейс со всеми известной луной классик или луна C. Нажимаем на него, нажимаем Open the Case и ожидаем. Нам выпадает 75 тысяч монет луна C на сумму в 12 долларов 9 центов. Допустим, мы хотим получить токен FTT от скамной биржи FTX, но самое интересное, что на данном сайте его можно продать. Выбираем открыть 3 кейса одновременно, чтобы это сделать нужно нажать X3 и ожидаем. И нам выпадает 1 FTT на сумму 1 доллар 43 цента, 0,1 FTT на сумму 14 центов и 0,15 FTT на сумму 21 центов. Нажимаем продать все и успешно получаем доллары на баланс. Листаем дальше вниз, чтобы открыть еще какой-нибудь кейс. Выбираем кейс BNB за 29 долларов. Нажимаем снова открыть кейс и ожидаем. И нам выпадает 0,07 BNB на сумму 18 долларов 61 цент. Нажимаем продать BNB и получаем доллары на баланс. И давайте попробуем продать оставшиеся монеты, которые у нас выпали. Допустим, это будет Луна Си и XRP. Продаем, и доллары успешно зачисляются на баланс. И давайте откроем последний кейс на сегодня. Допустим, это будет Полька Дот или же Дот. Нажимаем открыть кейс и ожидаем. И нам выпадает 45 монет Дот на сумму 236 долларов 25 центов. Один из важных факторов, что любую криптовалюту вы можете вывести на свой кошелек. Минимальной суммы для вывода нет. Вы можете выводить криптовалюту на любую сумму. Чтобы вывести, выбираете нужную для вас криптовалюту, далее сеть и вставляете свой адрес. Пополнить баланс тоже очень легко. Достаточно выбрать сумму для пополнения, далее в какой криптовалюте вы будете пополнять баланс и отправить криптовалюту на указанный адрес. Также под данным роликом вы найдете промокод на 1 доллар, промокод 1XRP. Количество активаций всего лишь 50 штук, поэтому успевайте. Активировать промокод можно у себя в профиле на сайте. Ссылка на проект в описании под роликом. Технический директор Ripple согласен с позицией сенатора Элизабет Уоррен в отношении регулирования криптовалют. Естественно, потому что они с банками напрямую сотрудничают, поэтому что тут удивляться. Главный технический директор блокчейн-компании Ripple Дэвид Шварц считает, что сенатор штата Массачусетс у нас Элизабет Уоррен может быть права, когда дело доходит до регулирования криптовалюты. И в недавней статье утверждает, что криптовалюта может в конечном итоге разрушить экономику, ну да, при том, что ФРС США сами создали биткоин, ну конечно смешно это звучит, если не будет надлежащего надзора. Ну это было вполне ожидаемо, ну надзор, я думаю, тотальный уже контроль, ну будет года через 2-3, где-то так, вот, 24-25 год. Вот, написал, ну он уже плюс-минус имеется, да, ну именно прям полный, ну через 2-3 года. Написал, что это не ужасная позиция для работы, ну естественно, понятное дело. Вот, по крайней мере она, если он скажет, что ужасная, то компанию Ripple закроет нахер. Вот, что правила должны измениться и что важно обеспечить правильное регулирование криптовалюты. Ну и долгое время была одним из ведущих криптоскептиков Конгресса. В сентябрьском интервью прогрессивный депутат назвал криптовалюту ненадежной, разрушительной и опасной. Да, доллар США надежный, ты шо, уже сколько они там, 60 лет печатают бабки и по итогу, ну как бы, доллар США, как мы видим, в кавычках укрепляется с каждым годом, вот, а другие валюты, которые зависят от него, так тем более. Вот, поэтому да, экономика США, при том, что США самый большой долговой обязатель, да, если собрать все деньги мира, они не отдадут этот долг, поэтому да, экономика это куда стабильнее, чем криптовалюта, хер поспоришь. Вот, ну такую ахинею несут, ну просто смешно, я не знаю, на кого это рассчитано, на 20 IQ людей, вот, Дэвид Шварц, главный, хотя, ну, знаешь, что большинство людей, ну, как бы, ничего не соображают, поэтому схавают, схавают. Вот, главный технический директор блокчейн-компании Apple считает, что сенатор от штата был прав, ну, опять же таки, повторяется новость, ну, и, соответственно, была одним из ведущих криптоскептиков Конгресса, прогрессивный законодатель назвал крипталюту ненадежной. В начале апреля Уоррен сравнила покупку биткоинов с покупкой воздуха, ну, как раз перед обвалом, ну, это как Баффет говорит, что криптоскам, да, на крипте можно было куда больше заработать, чем на акциях, хотя, что фондовый рынок, что крипта, это одна и та же пирамидальная схема и один и тот же мыльный пузырь, по факту. Что доллар, что банки, что, я не знаю, пенсионный фонд, что крипта, это все, ну, обычная пирамидальная схема, поэтому, кто не смотрел ролик «Пирамида», гляньте у меня на канале, я там все объяснял. Вот, СЕК подала в суд на криптоориентированную юридическую фирму и получается, что у нас тут было экономиста Нуэль Рубини, также известный как Доктор Дум, за его точное предсказание кризиса ипотечного рынка 2008-2009 годов, который также является ярым ненавистником криптовалюты, отправился в твиттер, чтобы выразить свое отращение криптовалютного пространства. Ну и, естественно, опять нагнетают негатива. Вот, что СЕК участвовала в судебном процессе против Ripple и XRP, утверждая, что последняя является незагистрированной бумагой, там все дела. В своем понебрежительном комментарии Рубини сослался на пост в LinkedIn, получается, президента Джона Ит Старик Консалтин и бывшего начальника управления СЕК по обеспечению соблюдения прав в интернете. Вот, раскритиковал судебный иск против регулятора ценных бумаг, назвал его, возможно, одним из самых нелепых юридических документов. И, по сути, юридическая фирма по криптографии обвиняет СЕК в трех вещах. Отсутствие нормативной ясности в криптоопространстве, нарушение прав законно утвержденных криптофинансистов и непредставление справедливого уведомления о своей антикриптопозиции. Кроме того, СЕК превышает свои полномочия, практикуя применительное регулирование, там и так далее. Вот, ну и ответчик отказался предоставить публичное руководство, там, по поводу эфера. О Рубине написал в твиттере саркастические комментарии. Известный критик криптолюд заявил, что истец возлагает вину за крах FTX и грядущее исчезновение криптолюда на регуляторах ценных бумаг. Про FTX вообще, а Apple ничего не говорили, поэтому это несет ахинею уже. Вот, для него поведенные жалобы, в жалобе доводы являются псевдодоводами. Миллиардер и сторонник сети Биткоин-СВ, да, щиток, который, скорее всего, скаманет, молодец, говорит, что крипта как бы скам, но топит за Биткоин-СВ, гениально. А также самопровозглашенного Садоши Накамото, Криго Райта, Келвин Эрг, написал в твиттере, что согласен с Рубине. Он написал, что этот судебный процесс, вероятно, нанес ущерб самому криптопространству. Кроме того, назвал ходу лоу, получается, PLLC, уловкой понцы для разночных потребителей криптовалют. Да, вот это мне нравится, вот это заявление про схему понцы, при том, что что фондовый рынок, что банки, что доллар, там, валютная система, это и есть схема понцы. Ну, по сути, если по-простому, пирамидальная схема, вот и все, если все захотят достать бабки, там этих денег нет, даже половины там этих денег нет. Вот поэтому, ну, я не знаю, так смешно слышать эту ахинею, но люди же верят, и такие, да-да-да, криптопирамида, а все остальное нет, ну да. Из Ripple приближаются важные даты суда, и что же нам нужно знать? Ну, 21 октября у нас, ну да, ты, как вы видите, смещаются постоянно, в принципе, я об этом говорил, что потом, когда Ripple и рынок будет падать, негативные новости подгонят и будут нести ахинею, что там то документы поздно подали, то там еще какие-то сложности, ну, придумывают всегда отмазки, поэтому рекламная кампания судом продолжается. Вот, к радости, получила долгожданные документы там, все дела с 18-го года, ну и после этого 5-го декабря важная дата, и все такие, ооо, бегу закупать Ripple, 5-го декабря важная дата, надо закупаться, ага, и что ж тут будет? Когда будут обнародованы и отредактированы сводки ответов, а потом 5-го декабря наступит, они скажут, важная дата 15-го, потом там какого-то января, потом 31-го марта, потом, я не знаю, там, блядь, 31-го декабря 23-го года, потом там 31-го декабря 24-го, и так они будут смещать, смещать до того момента, пока бычий рынок не настанет, и... Когда Ripple уже улетит, они скажут, будет он там стоить 2-3-4 доллара, они скажут, все, мы победили в Содисек, и все хомячки побегут закупать на хаях, крупнокапитал им напихает за щеку, продаст, ну и, соответственно, адекватные люди, как мы с вами, ну, распродадим свои монеты, вместо того, чтобы закупаться, вот и все, поэтому, я думаю, все понятно, ну и, соответственно, вот говорят, Гарлинхаус ожидает, что дело будет завершено в первой половине, это пиздеж, потому что он сказал от 2 до 9 месяцев, и сказал, как бы, может затянуться и дольше, Поэтому то, что там в первой половине, все думают, ага, январь-март, и все, ой, этот, январь-февраль-март, и типа все закончится, и будет бычий рынок, ага, держи карманшири называется, вот, и одновременно говорят, не позднее 31 марта, ребята, я более чем уверен, 31 марта, они скажут, ну, ребят, там такие-то, такие-то сложности, короче, блять, подождите, еще полгода, год, ну и сутка, когда-нибудь через миллиард лет закончится, Поэтому все это bullshit и, ну, как бы, бычье дерьмо, если переводить на русский язык, да, поэтому, с английского, поэтому, естественно, все это балабольство, и у них постоянно что-то смещается, и можете не удивляться, и вот эти новости, они на англоязычных источниках проплачены, а на русскоязычных они просто дублируются, ну, или тоже проплачены, поэтому, ребят, рекламная компания, у компании Apple до хера денег, и она спонсируется, скорее всего, государством, поэтому, ну, ребят, как вы думаете, будет ли Apple скамом? Да нет, конечно, поэтому, ну, есть вероятность, естественно, но она такая мизерная, что просто смешно, обновление по делу FTX и Saga SEC, определяющие возмещение XRP на 40 центов, говорят, что вот у нас там на 40 центов восстановится, охереть, вот это да, киты покупают более 200 миллионов XRP по мере восстановления рынка, вчера была новость, вот, более 225 миллионов токенов были проданы на криптобиржах, хотя нам написали, что были куплены, вот, ну, то есть, пиздят на каждом шагу, Apple сообщила о новом партнерстве с Proper Home в недавнем, получается, посте, там, и так далее, киты получат огромные прибыли, ну, понятное дело, они же на трейдинге знают, и в блоге сообщила о новом партнерстве, получается, с Proper Home, последних из которых будет использовать XRP Ledger для выпуска и распространения NFT, далее у нас швейцарский банк Signum, получается, получил принципиальное одобрение на представителя криптоуслуг в Объединенных Арабских Эмиратах, вы спросите, при чем тут Apple, ну, Apple, скорее всего, предоставляет там ту же ликвидность, либо там XRP Ledger тут замешан, вот, и Signum у нас, получается, для инвестирования, они могут, будут клиенты использовать криптовалюты, включая XRP, Bitcoin, ETH и ADA Cardano, вот, ну, ADA Cardano такой себе вариант, потому что там Algo Stable, и там непонятная ситуация, поэтому адрес, скорее всего, тоже укатают вниз, вот, почему цена XRP может вырасти еще на 15%, и вскоре достичь 0,4 доллара, ну, за год хомячая, продолжайте, видите, новости, вот, англоязычные источники, новости абсолютно одинаковые, ну, я не знаю, на дебилов рассчитаны, ну, уже у нас XRP стоит 38 центов, и люди такие думают, ага, не буду продавать, подожду 40 центов, ну, то есть, типичная жадность, или будут думать, что вот, сходит еще выше, но я предупреждал, что это все загон хомяча, то есть, был загон здесь, теперь спустили цену, и видите, типа, показывают, ну, да, держим цену, ниже уже не пойдет, ага, а потом свозят, я более чем уверен, ниже 28 центов, Bitcoin свозят на 12, на 10, а то и ниже, поэтому надо понимать, объемы вообще никакущие абсолютно, я все так же не захожу в покупки, я ожидаю, и уверен, что финальный слив, как минимум, еще один на 12, на 10, а то и ниже десятки, он впереди, потому что люди забоятся, и не будут покупать из-за своих эмоций, многие говорят, что многие ждут, там, падения на 12, 10, ну, я скажу так, 50% ждет падения, остальные 50% ждут отскок, все еще на свои, там, 30-40 тысяч, но будет, будет, как всегда, так, как не ждет толпа, я считаю, рынок будут укатывать, и будут укатывать ниже десятки, чтобы уже все обосрались, а если спустят вообще на 5 тысяч, на 3 тысячи, представьте, что будет с 99% людей, даже которые ярые инвесторы, имеют, там, десятки, сотни миллионов долларов в крипте, они тоже обосрутся, и будут продавать минус, потому что у них сработают эмоции, они подумают криптоскама, плюс еще новости подгонят, скажут, будут еще ниже, все, там, выйдут вот эти, там, Баффеты и все остальные чуваки, и весь крипторынок, все новости будут постоить, 11 новостей из 10 будут говорить, что все, криптоскам, там, все, нет смысла инвестировать, регуляция, все, нет смысла, короче, уходим, еще и фондовый рынок просядет, и все подумают, все, хана о финансовой системе, зачем закупаться, ну, а умные люди, такие, как Баффеты, все остальные будут закупаться, ну, и как я, и моя команда в клубе, там, и адекватные люди с моего канала, коих большинство, вот, я уверен, процентов 90, а то и больше, поэтому они будут закупаться, ну, главное совладать с эмоциями и так далее. Вот, поэтому, ребят, такие дела, ждем дальнейшего снижения, я сейчас ожидаю, если кто хочет более точные точки входа и мои прямые рекомендации, мои ордера, то это только в закрытом клубе, есть пожизненная подписка, присоединяйтесь, платите один раз и остаетесь навсегда. Всем удачи, всем пока, пишите в комментах, что думаете.